Перейдем к темам в мире. По всему земному шару люди испытывают на себе инфляцию на уровне, какого не было уже много десятилетий. Взлетели цены на продукты питания, отопление, транспорт и жилье. И хотя пик инфляции уже в каких-то странах пройден, ее воздействие будет ощутимо еще долго. Обзор агентства Reuters продолжит сейчас наш виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Жалгас. Откуда же взялась инфляция? Ответ в двух словах. Пандемия и российская спецоперация. Когда нагрянул коронавирус, правительство вместе с Центробанками бросили триллионы долларов на то, чтобы поддержать на плаву запертые в локдаунах бизнесы и домохозяйства. В 2021-м, по мере окончания локдаунов и пострадавшего процессионного скачка глобальной экономики, все эти денежные стимулы наводнили систему мировой торговли. Булл восстановления экономики привел к прыжку цен на энергоносители. И после всего этого Россия, один из крупнейших экспортеров нефти и газа, в феврале начала специальную военную операцию в Украине, чем навлекла на себя западные санкции, которые толкнули цены еще выше. Теперь двузначную инфляцию называют налогом на бедность, потому что она сильнее всего бьет по населению с низкими доходами и усиливает неравенство по всему миру. Октябрьский регулярный прогноз МВФ был одним самым мрачным за многие годы. Говоря кратко, худшее еще впереди и для множества людей 2023 будет ощущать секадбот рецессии, говорится в документе. Субтитры создавал DimaTorzok